Зависеть от самого-самого Большинство людей очень гордятся своей в кавычках независимостью. Им кажется, что все зависит от них самих. Они стараются быть сильными, успешными и буквально ловят удачу за хвост. Но мало кто из таких людей задумывается над тем, что их мечты далеко не всегда сбываются. Большинство сознают это лишь на смертном одре. Мало кто может понять, что управляют не они, а ими. Чем сильнее ты мнишь себя управляющим, тем сложнее приходится карабкаться на вершины жизни. Чем больше накапливаешь, тем сложнее сохранить. Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Чем быстрее разгоняешься, тем сильнее врезаешься. Господь милостиво дает нагрузку тем, кто ее хочет. Зачем? Хотя бы для того, чтобы стало понятно неразумному глупцу, что не все вершины ему подвластны. Ответьте мне честно. Что плохого в том, чтобы зависеть от милости самого милостивого? Зачем отказываться от защиты самого сильного? Что постыдного в том, чтобы руководствоваться советами самого мудрого? Созерцать и восхищаться самым привлекательным? Уважать самого уважаемого? И любить самого любящего? Очевидно, что мы не самые-самые. Всегда найдется кто-то, превосходящий нас в чем-то. Так почему же мы отвергаем совершенного Бога, который обладает всеми достоинствами в полной мере, пытаясь найти все эти несметные сокровища в своем дырявом кармане? Когда это ребенок, стыдится того, что зависит от своих родителей. Жена от мужа, а друзья от настоящей дружбы. Что за глупость? Зависеть это естественно. Мы всегда зависим от многих факторов. Так не лучше ли зависеть от того, кому все эти факторы подвластны? Не лучше ли предаться Богу и под его надежным покровительством на корабле трансцендентного знания переправиться через океан страданий? Чем пытаться сделать это, держась за хвост собаки? Что само по себе невозможно.